У меня супер-ренессанс. Я говорил об этом в одном из предыдущих выпусков. Сейчас, короче, очень странный какой-то период идет в рынке производства. Я думаю, что мы на самом деле все зажрались очень сильно. Но есть такая история, что сериалов, которые я бы хотел посмотреть, и это не аниме. Их как-то... Ну, что-то ничего нового не вышло. И я такой, блин, у меня же был период, когда я пересматривал там избранные серии секретных материалов. И думаю, а дай-ка, а дай-ка, я прямо сяду и посмотрю полностью. Я вот сейчас почти пригласил первый сезон, и я в шоке, что в 2024 году этот сериал смотрится, наверное, как лучшее, что вообще ever снимали. Очень достойно. Серьезно? Да, я очень рекомендую посмотреть первые три серии. Вот если первые три серии не пойдет, но я уверяю, что пойдет. Это прямо какая-то пушка-гонка, очень круто, прям кайф. А я как-то пробовал очень давно, а у меня не заходило. Я хочу отметить, что чуваки... Ну, на самом деле, там основная съемочная группа, это, знаешь, подтверждение того, что талантливый человек талантлив во всем. И как бы они смогли повторить. Короче, половина, ну, большая часть ушла делать сверхъестественное, которое типа там съело всю аудиторию маленьких девочек. А другая, более фрустрирующая половина пошла делать во все тяжкие и Better Call Saul. Там какой-то Миша, Миша какой-то Барон Коэн. Как это? Миша Коллинз. Но Миша Коллинза там нет. Вот. И, короче, это реально, ну, шок. Но реально секретные материалы, это что-то... Я очень рекомендую. Это прям очень крутая научная фантастика. И там есть прямо, по-моему, шестая или седьмая серия первого сезона. Она супер-мемная, потому что там серия крутится вокруг искусственного интеллекта. Напомню, 93-й год. Там это очень смешно смотреть сейчас, потому что они в какой-то момент, знаешь, там типа приносят, открывают первый ноут такой, типа, лэптоп. И там все такие, типа, да ладно? Типа, чего? И ты такой сидишь, короче, на своем макбуке, смотришь на это. Это прям очень здорово. Дэвид Духовный все еще ебабельный. Он там молодой. Слушай, это главное правило просмотра секретных материалов. Можно гуглить Джиллиан Андерсон, нельзя гуглить Дэвида Духовного. А что там? Что с ним? Почему? А что с ним сейчас? Он плохо выглядит. Серьезно? Он реально плохо выглядит. Сейчас он плохо выглядит? Да. И там есть, кстати, очень интересная такая штука, что, ну, на самом деле, эти сериалы запустили карьеры. Что Джиллиан Андерсон, что Духовного. Там прикол какой. Ну, Андерсон сейчас с перерождения прям происходит. Да, вообще дикая. Прикол какой. Где-то к седьмому сезону сериала Духовный начал сливаться. Он такой говорит, нет, у меня кончился контракт, все, это изжила себя франшиза, я не хочу. И там Андерсон за него отдувался. Он конкретно зазарался. А сейчас, короче, ну, как бы идут разговоры о перезапуске. И Духовный такой, да, да, мне очень интересно. И Джиллиан Андерсон такая, типа, да че, нет, хватит, я наиграл. А Духовному на самом деле жалко, потому что, ну, актер-то хороший, но у него очень хорошо. А че его жалко, все у него в порядке? Да подожди, ну, кроме секретных материалов и калифорникейшн, так нихера и нет такого. А тебе больше надо, что ли? Так он не был никогда великим актером. Он просто нормальный актер. Вот он получил свою славу и свои деньги в огромном количестве, мне кажется. Мне кажется, он получил все это в количестве, соразмерном его таланту в целом. Даже больше. Даже больше, да. Знаменитый кинокритик Иван Ребиков. Не, ну, давайте так, бабла до конца жизни, и там, наверное, до конца жизни его детей, он точно заработал за счет всей этой движимости, потому что секретные материалы. Ну, это как Игра Престолов, так-то было. Давайте стартанем, друзья. Значит, сегодня, сегодня представлю вас я внезапно. А все почему? Потому что у Дениса сломался. Нет, представлю я. А вот такая вот тема. Значит, сегодня в нашей студии виртуальный. Значит, Денис Кабалкин, CEO Vitamin Tools. И прекрасный человек, предприниматель. Привет. Автор будущей книги. Значит, и, значит, человек, совершившийся в жизни. Как минимум один эксит. Такие вот дела. Денис из Питера. Из шкафа, видимо. Из Питера. Поздоровайся с нашими телезрителями. Привет, телезрители. Так, значит. Надеюсь, у меня на моем старом ноутбуке не сломается зачастись. На другом конце ринга у нас Илья Комаров. SEO Guru Production. Потрясающий, значит, эксперт в области видеопроизводства. Ты, значит, молодец, красавчик, обладатель прекрасных зубов, очень красивых. И, значит, человек умный, не по своим годам. Илья, действительно, в Москве. Погнали. Погнали, Ваня. Погнали. Быстрее. И с вами я, Иван, в общем-то, Ребенков, SEO Coco Stack, из Екатеринбурга. Рад вас приветствовать на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии от трех слов. И нажимайте на колокольчик. А мы начнем. А я напоминаю, что это подкаст Digital Hooligans. Выпуск номер 19. Сегодня классическая версия. Мы обсуждаем новость. Друзья мои, предлагаю начать, значит, с новостей, подготовленных заботливо Денисом. Начнем с первой новости. И первая новость следующая. Ой, я себя прям в гостях чувствую хорошо. Да, первая новость следующая. Техкранч. Техкранч – это самый главный сайт по технологиям в мире, если кто не знает, друзья. То есть, это не, значит, ТикТок – самый главный сайт, дорогие мои зрители, младше 18. Не ВКонтакте надо правильно говорить. Значит, Техкранч сообщает, кстати, по ТикТок, что ТикТок тестирует загрузку видео длиной до 60 минут. Значит, соответственно, ТикТок тестирует, значит, возможность загрузки длинных роликов. Функция доступна на отдельных рынках для ряда пользователей, ну, то есть, такая тестовая, видимо, посев. Значит, тем не менее, ТикТок уверяет, что глобальных планов на это нету. Значит, и, соответственно, давайте, друзья, мы с вами обсудим, что же это такое. Зачем ТикТоку это нужно? Будет ли, на ваш взгляд, отход от стандартного вертикального формата? И, значит, должен ли напрячься YouTube и Google в целом? И Rootube. Должен ли напрячься Rootube, друзья? Rootube как раз расслабленнее всех. Я думаю, Rootube так напряжен, как геморроидальное очко, что в целом некуда уже напрягаться. Rootube так напряжен, что он сам геморроидальное очко. Ну, ты не можешь сжать анус сильнее, чем тебе даровано, так сказать, госпожой природой. Вы помните эпоху, когда на YouTube видео тоже были ограничены? И я помню, была революция, когда они разрешили снимать, выкладывать до часу, а потом и вообще убрали лимит. Это было прям реально, потому что, по-моему, кажется, в начале на YouTube мог только 15 минут максимум выложить. Серьезно? Я вообще даже не помню. Да, и для этого тебе, это еще не с первого раза, тебе нужно было там пройти какую-то верификацию, ну, то есть, ну, там, не знаю, на 100-е видео тебе разрешали это делать. То есть, это не для всех было доступно, конечно. Ну, это прям очень старые времена. Ну, напомню, что Денису 40, он помнит даже динозавров. Еврейских. Пейсозавры, называемые, знаменитые. Пейсоцирапторы такие. Ой, как плохо. Очень плохо. Мацератовцы. Поэтому оставляем. А у нас сегодня день керезовых шуток, да? Ну, нормально. Короче, я вам напоминаю, что такие времена на YouTube были, и TikTok идет по той же дороге. Вопрос, просто готовы ли люди смотреть вертикально, не знаю, полтора часа, кажется, что это не очень прикольная история. Я думаю, смотри, какая тема. Есть рынки, где ПК, в принципе, как девайса, ну, его, ну, не то, что нету, он очень мало распространен. Что с США, например? Например, рынки... Индия. Нет, не ПК, не ПК, как, блядь, ПК, а ПК, в смысле, как персонал, так сказать, любой компьютер, даже Mac. Там не персонал, там вся семья сидит за одним. Рынки Индии, рынки Юго-Восточной Азии, то есть там девайс, это вот, это вот, типа, телефон. Соответственно, там рождаются с телефоном, живут, и, в принципе, там у них коп только на работе. И умирают, собственно. И умирают с телефоном, вот так вот прям. Причем максимально дешманский. Там, когда курган насыпают, там кладут телефон, ноутбук, офисный стул, чтобы после смерти... Все это сжигают, а потом, короче, в ганг спускают, и там мыться уже вообще нельзя. Чтобы и после смерти хуячил он, блядь. Так, и что? Ну, и вот, ну, и как бы, когда у тебя, типа, твой девайс вот такой, а другого нету, то, как бы, ну, ты и час посмотришь. В конце концов... Слушай, я думаю, что это на самом деле... Опа, а день ты с нами? Не-не, я здесь, я просто вытащил наушник, и он заволновался. Я думаю, что эта штука на самом деле новое стратегическое решение ТикТока, потому что они просто, наверное, столкнулись с каким-то кризисом идей. Потому что с точки зрения продукта непонятно, что еще улучшать и куда дальше двигаться. Слушай... Отсюда, как бы, поскольку имеется ядерная масса как денег, так и пользователей, решили что-то новое попробовать. Но мне кажется, что эта штука на самом деле ни к чему не приведет. Да, такой формат появится, но с точки зрения, там, популярности и так далее, ну, очень сомневаюсь. Ничто не сможет убить Ютуб. Это, как бы, ну, факт. А у меня тут две мысли, короче, на эту тему. Новые идеи, которые нужно принять ТикТоку, это увеличение рождаемости в мире, потому что их главная аудитория все-таки молодая. И чем больше будет молодежи на свете, тем лучше. А второе... А мне кажется, это как раз в контексте войны за ТикТок, которая в Америке происходит. И, может быть, это, знаете, такой, типа... А мы вам сейчас еще и Ютуб начнем отжимать. Слушай, а я, кстати, не знаю, в Китае Ютуб заблокированный или нет. Это у меня такой же вопрос. Просто если да, ну, как бы, они сделают достойные... Да, там все сервисы Гугла заблокированы. Ну, и все, как бы, блядь, как говорится, чао-персик, дозревай, можно сказать, товарищам из Гугла. Короче, я к чему. Это же стратегия дополнения сервисами аудитории. То есть, вот как Гугл, например, да? То есть, окей, у нас есть поиск, а что еще? Ладно, почту добавим, а что еще? Окей, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это вполне себе логичная история, что... Ну, ты, короче, правильно говоришь, что надо учитывать еще тот факт, что в Китае инфраструктура, она работает сильно круче. То есть, там они пришли к платформенности на уровне государства. То есть, истории с WeChat, ну, то есть, де-факто WeChat – это твой паспорт. Это правда. А я напомню, кстати, что ByteDance владеет и WeChat в том числе. Ну, то есть, знаешь, это, на самом деле, ну, сейчас звучит, наверное, немножко смешно, но, с другой стороны, это какой-то реально, ну, железный купол, когда страна, как бы, может обеспечить себя всеми сервисами и так далее, которые именно локальные. И, соответственно, ну, если у нас есть сервисы для дистрибуции контента, соответственно, это влечет за собой еще и производство контента и прочее, прочее, прочее. Ну, это у них уже много лет, кстати. Да, абсолютно. Я бы сказал, что, как бы, ну, у Китая есть возможность такой протекционистской политики исключительно из-за их объема населения. Но, в целом, если мы возьмем нашу с вами любимую родину-матушку, то технологически-то ведь мы тоже можем, как бы, обеспечить сами себя сервисами. То есть, какой бы Рутюб ни был, там, кривой косой и, как бы, косоебой, тем не менее, это вполне себе хостинг. А ВК-видео – это прямо уже полноценный хостинг, без каких-либо... Четыре с половиной года, четыре с половиной года, и ВК-видео будет сильно популярнее Ютьюбы в нашей стране. Вполне возможно. Но это я к тому, что у нас все настолько... ...на очень крутом уровне, друзья дорогие. В России все на очень крутом уровне, кстати. Вот. Это правда. Что у нас реально все, как бы, свое есть. Единственное, нету Твиттера, да, своего, но, как бы, нахуй нам и не нужен, блядь, этот неправославный, как бы, сервис. Да я, на самом деле, предлагаю перейти к оценкам. Нет, это что-то кажется, нет? Или надо еще поговорить немножко. Слушай, ну, типа, ни рыба, ни мясо. Вот моя оценка. Я думаю, что для одной позиции китайской это очень хорошо и интересно, а с точки зрения всего остального мира, ну, абсолютно плевать. Давай так, дети, которые пляшут под музыку и устают после 15 секунд, точно не смогут дрыгаться час. Ребят, а вы... Я как-то вот... Я все ждал, что это появится, но вы что-то молчите, поэтому я скажу за вас. Дети растут, вообще-то. Ну, вот эти дети, которые сегодня пляшут... Особенно чужие. В 15 лет там под TikTok, но они же растут. То есть им скоро станет 20, там, 25 и так далее. Им YouTube выдают сразу. А, я понял. А вот если не выдают, то им придется играть теми игрушками. Нет, тогда ВК-видео выдадут. То есть вот этот вот хорватский ребенок, там, 20-летний, ему выдадут ВК-видео? Да. С Харламовым, который там, типа... Да ты что? Я заматому Сагалиев такой, та-та-ра-та-та, и Дора, который срет. И вот вообще класс, типа чего. Как меня бесит, вот эти вот персонажи, блядь, которые ВК-видео проводят, просто не представляете. Ну, ладно. Значит... Ну, если говорить, кстати, про перетекание ВК-видео, то я думаю, что история, то, что там, Газпром-медиа может купить вообще всех контент-мейкеров и загнать к себе, она вполне себе реальная. Газпром-медиа может поставлять контент по трубам, кстати. Да-да, у них уже есть, конечно, инфраструктура. Вот, то есть, типа такая капсула в газовую трубу вставляется, там, видеокассеты, и капсула едет в Хорватию. К оценкам, господа. Там ее достают, вставляют в видеомагнитофон. Моя дженка, что нам, на самом деле, на эту штуку все равно. Я ставлю этому 12 из 10, так сказать, мисс Акриса, потому что это посшатывает, расшатывает монополию американскую, гугловскую на информацию в мире. Чем больше будет центров информации, тем лучше. А я ставлю этой новости 200 часов анекдотов Романа Трахтенберга под Dark Ambient, который мы ждем на ТикТоке. Минцифры обсуждают возможность монополии Почты России на доступ к почтовым ящикам. Ой, это очень крутая новость. Это очень крутая новость. Очень крутая новость. Минцифра обсуждают возможность установления монополии Почты России на доступ к почтовым ящикам, заявил Максут Шадаев. Максут Шадаев, четвертый Карина, я бы так сказал. Шутки понятные только, Иван. Я бы на самом деле просто там делал под заголовок этой новости, что маркетплейсы победили. Вот и все. Ну, то есть история с... Причем тут маркетплейсы и почтовые ящики. Смотри, ну, там суть новости, что на самом деле у Почты России как бы явно что-то с бизнес-моделью не так. У них явно что-то не так происходит с кэшфлоу. И заказывать что-то и отправлять что-то Почты России. Опять же, давай вот мы стали меньше отправлять бумажных писем, бандероли Почты России. Ты туда нацелена... Там в новости есть, Вань. Сколько у них там падения? Посмотри, пожалуйста, пока Илья рассказывает. Нацелена ты точно не понесешь. Как бы вот мое столкновение с Почтой России, и это на самом деле суперотвратительно и просто какой-то ад. Если ты заказываешь какой-то тип товаров на зоне через растаможку, то есть должна произойти растаможка, тебе нужно... Ты тебе на почту? Да, то он приходит тебе на Почту России, и там просто, короче, происходит какой-то ад, потому что все те же люди, которые кричали, что ты петух, и что не создавайте очередь, и вообще твоя бандероль ей не всралась, вот те же самые люди сейчас как бы получили доступ к каким-то новым технологиям, которые не умеют пользоваться. Ну, то есть там она на компьютер смотрит, ей в принципе абсолютно насрать. Ну ладно, ладно, давай справедливости ради скажем, что все-таки за последние пять лет стало сильно лучше на почте. Ты можешь отправить посылку, заполнить приложение... Потому что ажиотаж спал, и все деньги нормальным пацанам отдали, как бы ребятам... Хорошо, у меня другой вопрос. А Почта России как государственное предприятие вообще должно деньги зарабатывать? Ну, у меня просто вот этот вопрос очень интересен. Вот бы нам кого-нибудь позвать, кто разбирается. Ну, смотри, здесь вообще, я думаю, что в зависимости от того, какой экономической теории, и даже более того, не экономической, а социально-политической ты придерживаешься, так у тебя, в общем-то, все и должно работать. В капиталистическом обществе, конечно, любое предприятие у тебя должно зарабатывать деньги. Вот, ну, кроме там совсем уж социальных, да, хотя если мы посмотрим на развитые капиталистические общества, то там даже вроде социальные предприятия и то зарабатывают бабло. Там вспомним счета на скорую в какой-нибудь США. Вот, в целом, наверное, почта это логистическая служба, а не социальная, поэтому, как мне кажется, она явно должна заработать. Должны ли зарабатывать детские музыкальные школы, это, конечно, вопрос, мне кажется. А РЖД зарабатывает, как ты думаешь, а метро? Да. Вот с метро... Аэрофлот? Подожди, секунду, секунду. Зарабатывает ли сейчас, я точно не знаю. Значит, вполне может статься такое, ну, типа, по-моему, Газпром вообще же закрыл какой-то год с убытками, если я не ошибаюсь. Вот, по-моему, последний год Газпром впервые вообще в истории закрыл с убытками. Но зарабатывать сейчас и должно ли зарабатывать, это, конечно, две разные вещи. Я лично считаю, что все вышеперечисленные табу вещи, в смысле, компании должны зарабатывать деньги, потому что они коммерческие. РЖД... Я согласен, но по факту получается не так. А, кстати, про аэрофлот. Вы знаете, что аэрофлот... Короче, какая темка есть? За пролеты самолетов над территорией страны, да, авиакомпании разных стран мира платят деньги стране, ну, России. Логично, да? Так же, как и Россия платит деньги за пролеты над территориями других стран. За транзит. За транзит. В Советском Союзе была одна монополия, да, авиационная. Это аэрофлот. Других компаний не было. Был только аэрофлот. И поэтому аэрофлот был сродни Министерству авиации. Ну, поскольку других структур нет, есть только как бы аэрофлот, то вот он же и есть Министерство авиации. И поэтому аэрофлот в Советском Союзе принимал деньги, которые платили другие страны за транзит по территории Советского Союза. Когда, значит, Советский Союз распался, значит, аэрофлот остался... В 1991 году, напомню. Аэрофлот, значит, остался. Появились другие авиакомпании, безусловно. Но привилегия получать бабло от других стран за пролет по территории России осталась за аэрофлотом. Прикольно. Поэтому все авиакомпании зарабатывают за счет перелетов, а аэрофлот получает еще как бы фришный кэш за пролеты над территорией России. Даже интересно, сколько это стоит. Как вам такая честная конкуренция на рынке авиаперевозок, друзья? Напишите в комментариях. Да ладно, честная конкуренция. А как тебе того, что у нас одна компания железнодорожных перевозок? И когда ты едешь в Сапсане, они тебе говорят, спасибо за выбор российских железных дорог. И у меня каждый раз возникает вопрос, а у меня типа, блин, альтернатива есть. Нет, но ты мог выбрать. Слушай, ну давай так, РЖД, РЖД суперкрутые чуваки. Вот там прям молодцы. Это правда. Кстати, в Сапсанах сильно даже лучше, чем в самолетах современных. Я тебе скажу так, что поезда наши, вот те же Сапсаны, мало личного опыта. Наши произведенные компанией «Симмонс», напомню. Это не особо важно на самом деле. У меня есть чуваки, которые в «Симмонсе» работали, как бы там, ну, закупали каких-то деталей. Но тут самый прикол-то, самый прикол в том, что собранные «Симмонсом» у нас поезда пизже, чем в каких-то странах. Ну, то есть, типа, у нас сообщения по всей России. А в каких-то странах, например, ты имеешь в виду Пакистан и Бангладеш? Германия. В Германии хуевые поезда. В Британии хуевые поезда. А что ты подразумеваешь под хуевыми поездами? Я просто, видишь ли, не был в Германии. Ну, что-то среднее между нашей электричкой и первой итерацией «Сапсана» в бета-тест. Вот такая движуха. В Варри Поттере. Вань, ну ты что, кино не видел? Какое метро в Нью-Йорке загаженное? Ты в Московское отпускался, сразу хочется... Это вот это кино из 1982 года. Вот это кино ты имеешь в виду. Ну, естественно. Понятно. Да, вот эти хуевые поезда, которые ездят со скоростью 380 км в час. Которые все время кого-то убивают. И Человек-паук там еще вот так еще. Да, да, да. И этот захватывает. Ну, я тут процитирую нашу студенческую... Дядю Бена? Захватывает дядю Бена, да. Наши поезда самые поездатые поезда в мире. Да. Илья, короче... Это еще, это всегда было здесь. Вот эти вот штуки, это, конечно, интересно. Это сильное заявление. А как мы от почтовых ящиков оказались в поездах? В поездах, да? Ну, потому что в поезда... Через аэроплот. Потому что поезда возят в почтовые ящики посылки. Хорошо. Правильно ли я понимаю суть новостей? Что хотят сделать монополию на почтовые ящики, которые у нас в домах стоят? То есть никто туда не может засунуть свой спам, кроме Почты России. Да. Вопрос. Как они будут это контролировать? Да никак, блядь. Я могу зайти в любой подъезд и накидать туда любого спама. Да, совершенно верно. Ну, давай так. А в чем суть тогда? О том, что это был именно ты, легко узнать. Но давай так. Это, короче, какой-то костыль очень непонятный. У меня нет камеры на входе, если что, здесь в Питере. Это ваши московские замутки. Это очень странно, что у тебя нету камеры подъездить, потому что Москва и Питер практически полностью оснащены. Ну, то есть, типа, за тобой следят... Я тебе скажу так, в Уфе следят практически за каждой улицей в городе. Так что я думаю, что ты посмотрел окно. Возможно, уже товарищ майор стучит в окошко. Такой, как человек-паук спускается с крыши. Слушай, да, короче, ну, это очень странно, потому что решение не очень понятное, не обоснованное. И оно не обоснованное на долгой дистанции. Ну, то есть, давайте так. Я вот сейчас буду там скоро стареть, вот прямо в прямом эфире. И я вот в своем текущем возрасте запомнил, что я не буду пользоваться почтой России, пока меня не заставят обстоятельства неопредоставимой силы. Пока существует СДЭК. Да. Не реклама. Да, и, соответственно, в будущем, ну, как бы, я точно не буду этим заниматься. И своим детям я тоже скажу, ребята, не занимайтесь хернью, есть другие более полезные сервисы. Тут мы обратимся к детям Ильи и, значит, к будущим. И скажем следующее. Сейчас Почта России довольно сильно преобразилась. Последний раз забирал посылку. Это было прекрасно, классно, офигенно. Даже нахер не послали. Даже нахер не послали. Офигенное почтовое отделение. Приходишь, тебе дают талончик. Можно записаться на определенное время, если хочешь. Можно прикупить тушеночки брендированные Почтой России. А, кстати, как вам вот эта тема стоп-монетизации с продажей тушеночки? Мне кажется, такая календжуха просто жесть. Да нет, почему? Смотри, тут какая логика? У тебя есть два места, где ты можешь купить продукты первой необходимости в любом случае. Это Союз Печать, ну, который Роспечать сейчас, да? И это почта. То есть у тебя все наебнется, а там все будет. Это первое. И второе. Очень часто люди посылают посылки, значит, и кладут в них... Вот, Денис, давай так. Я, конечно, понимаю, что в вашей культуре вы это давно уже прошли. Но, тем не менее, в русской культуре очень часто люди посылают друг другу посылки с продуктами. Особенно, если мы берем какие-нибудь, не знаю, посылки в тюрьмы, в колонии и так далее. Вань, какие очень часто. Мы ни в каком году, блин, живем. Я помню, да, что нам присылали родственники, ну, когда мне было, типа, 10 лет. Сейчас, мне кажется, уже никто продукты не посылает. Традиция жива. И ты можешь прийти в Почту России, купить там продуктов и их же сразу же отправить. Это удобно. Хорошо, если ты будешь посылать продукты там родственникам на другой конец страны, ты точно не будешь их покупать на Почте России, а свои там сорванные со своего огорода будешь отправлять. А если ты бабушка? Тем более, если ты бабушка. Слушай, вообще такие истории решаются обычно передачи друзей на тачке. Я пока не знаю, а там... Там прекрасно, Иван. Ждем вас, ждем. На той стороне. Короче, моя аналитика следующая. Значит, Почта России просто хочет стать прокладкой и просто зарабатывать за счет того, что она прокладка. Все. Соответственно, это просто дополнительные деньги для бюджетной организации. И это дополнительные расходы для нас с вами, ну и для логистических компаний, которые будут использовать Почту. Я, кстати, обращу внимание на очень интересную мысль, которая в новости описана о том, что господин Максуд сказал. Он говорит, в принципе, там есть два пути. Мы можем начать дотации какие-то организовывать, опять же, за счет нас, обычных граждан. Либо дать какие-то опции Почте России дозаработать. Кажется, что логика очень правильная. И дать им возможность дозаработать более бизнес-направленное, чем просто закидывать их деньгами, чтобы они ничего не делали. Да, кстати, здесь я бы хотел отметить, значит, вот что специально для наших зрителей. Что товарищ Максуд Шадаев довольно крутой чувак. И нам всем повезло, что у нас такой классный, в общем-то, министр цифрового развития всей нашей диджитализации в России. Он реально крутой. Он очень, как бы, ну, я бы, ну, человечество не очень, конечно, корректное слово в отношении чиновника. Но он ближе к народу, чем, может быть, кто-либо из... Это правда, и хорошо, что он сохранил свой пост. И кажется, что мы ему обязаны айти ипотеками, например. Да, поэтому... Забавный факт обо мне. В 2017 году я работал СММщиком в стартапе, который спонсировала Почту России. То есть, де-факто, я работал на Почту России. А об этом в следующих сериях. Да, короче, уважаемый Максут, если вы нас слышите, приходите к нам на подкаст. Можете взять с собой Элечку, если у вас там есть связи. Потому что мы тоже ее очень нежно любим. Короче, передаю вам пламенный привет. Вот. Ну что, друзья, сколько мы поставим этой новости? Сколько мы поставим новости про то, что Почта России планирует быть прокладкой для разных логистических компаний, зарабатывать на этом бабло? Нет. Я поставлю три исписанных матерными словами почтовых ящика из пяти. Потому что кажется, что идея мертворожденная. Я ставлю пять из пяти бандеролей, потому что, ну, хоть так. Бандерлогов. Хоть так пусть заработает. А я вот если бы мог поставить смайлик с разбитым сердечком, вот я бы поставил его просто. Потому что я за 27 лет жизни так и не смог проникнуться любовью к этой достопочтенной организации. ДИЧИТАЛ ХУЛИГАНЫ Следующая новость, друзья, да? Неуролинк. Как ты прям прочитал. Ищет второго испытуемого для внедрения мозгового импланта. Я, Денис, тренировался, если честно. Я думаю, как нейролинк, как правильно в итоге разобрался. Класс. Значит, Илон Свет Маск в соцсети Икс сообщил, что наш кибернетический мозговой имплант телепатый. Телепатый. Который позволяет вам управлять телефоном и компьютером с помощью силы мысли. Он объяснил, что это вообще такое. Вот. Соответственно, значит, что было с предыдущим испытуемым, который получил имплант Neuralink? В мозг. Часть контактов в мозге отошла. Внимание. Куда она? Что снизило эффективность передачи данных. Однако. Как сотрудница Почты России отошла. Однако. Тем не менее. Тем не менее. Испытуемый смог управлять компьютерной мышкой. И в целом какое-то время покайфовать. Значит, что думаете? Я видел ролик, как он в шахматы играет. Да, что думаете, друзья, на тему? Я думаю, что мы поддерживаем традицию и ни одного выпуска Илона нашего Маска. Правда, не все они выходят в финальную версию. Давайте, друзья, спросим у москвичей. У них же там по-любому уже нейрочипы во все части тела внедрены. Вот что, Илья, ты думаешь? И водка теплая. И водка теплая. По венам течет. Это, на самом деле, очень стрёмная штука. Потому что, ну, давайте так. Вы посмотрите на историю, там, типа, вот ты этот нейромант сраный. Да, как бы адептус механикус. И любишь чат GPT. А я, как бы это, в кожаных мешках. Вот у меня вот эта команда. И история какая. Вот этот чувак, который первый испытуемый. Ему вскрыли башку. Напихали туда проводов. И, собственно, теперь получается... Так ты это представляешь. Теперь получается... Ну, давай так, я утрирую. Ну, теперь получается, что? Он не нужен. Все, до свидания. Ему заплатят, там, не знаю, 100 тысяч долларов. И что дальше? Илья, для понимания, этот чувак парализован целиком. Чувак был парализованный. Теперь он может управлять курсором. И у него есть 100 тысяч долларов. Нет, судя по всему, он уже не сможет управлять курсором. Потому что та конструкция, которая была вживлена ему в башку, она... Перестала работать, да. Подожди, нет. Пишут, что это снизило эффективность передачи данных, а не исключило. То есть, тем не менее... В любом случае, давай так. Это вообще дистанционная технология. Ну, то есть, Илья пошел нахер, он сможет написать все еще на экране мышкой. Да, он сможет написать, москвичи, вы охуели там, блядь. Окей, ладно. Пошел я нахер. Важно, что там в новости написано, по-моему, тысячу человек уже в очереди желающих. Поэтому люди-то на самом деле врываются. И с точки зрения как раз вот всяких повреждений, в смысле мозговых, когда ты не можешь шевелиться там и так далее, кажется, что тема прикольная. Но чем дальше, тем страшнее. Там где-то описано, что тебе там пробурят дырку на 6 сантиметров в голове, вставят туда провод там размером с кулак, подключат тебя к комплюктеру. Ужас. Илья, тебя вот в этой истории что больше всего тревожит? Вот почему у тебя такое неприятие этой технологии? Слушай, я в принципе против киберпанка. Ну, то есть, давай так, есть киберпсихозы, они точно будут происходить. Я думаю, что мы очень близки, кстати, к этой штуке. Но это не научная концепция киберпсихозы. Да, она не научная, но я уверен, что она точно может прийти. У нас и так простых психозов достаточно. Ты прикинь, еще в человека металлы напихали, и что? Подожди, но ведь есть, например, такие штуки, как... кардиостимуляторы. Ну, так они вроде как работают, и всем от них только хорошо. Нет? То есть, тут я так понимаю, главный страх, что это контроль твоего мозга в каком-то виде. Наверное, я думаю, так. Это очень стрёмно, да. Ну, то есть, типа, давай так. Мне кажется, что мы идем к какой-то серии черного зеркала. Но мы уже там, Илья, эти вот... Мы уже в этой серии. Знаешь, на самом деле, Вань, что тут вот реально напрягает? Что сейчас вот это пока там тесты для людей, инвалидов и так далее. Это действительно прикольно. Но просто следующий шаг, или там через два, через три шага, меня конкретно дрочит, что это делает Маск. Потому что в последнее время он прямо делает очень много сраной пищи. Подожди, я закончу. И, короче, через два-три шага я вполне себе вижу, что эта херня тебе на зрительный нерв херачит рекламу прямо в глаз картинку, понимаешь? И ты с этим ничего не можешь делать. Ну, если только не оплатишь подписку в 200 долларов в месяц. Ну, вот я думаю, что так и будет. Смотри, тут есть интересная тема. Я вот вчера концепцию услышал, которая называется «Шесть уровней технологического развития». Я сейчас опишу общими словами, потому что я там конкретные примеры толком не помню. Я не готовил это к подкасту, поэтому извините. Я не готовил, поэтому сейчас 15 минут буду вам это рассказать. Смысл вот в чем. Что человечество прошло пять стадий технологического прогресса. И каждая стадия технологического прогресса, она была направлена на то, чтобы удешевить рабочую силу и увеличить ее эффективность. И заявляется о том, что та страна, которая первой овладела технологией, она же в это время становится доминионом над другими странами вообще на планете Земля. В частности, последний технологический прорыв – это была микроэлектроника. И США явно победил в этой войне у Советского Союза. Именно в войне микроэлектроники. Потому что компьютеры как раз-таки и совершили революцию в очередном улучшении эффективности действия производственных сил. Так вот, предполагается, что шестым этапом станет именно новый тип технологий. В частности, первое, что мы уже с вами переживаем – это нейросети, там, большие языковые модели и машинное обучение. И вторая часть – это нейроинтерфейсы. И за счет того, что у тебя кардинальный способ ввода и вывода информации меняется, у тебя исчезает время на ввод и вывод. И, соответственно, каждый человек становится гораздо более эффективным. Поэтому тут, если придерживаться этой теории, а это просто теория, понятное дело, но тем не менее. Если придерживаться этой теории, то, в принципе, все к тому и идет. Что, значит, сейчас главная экономика мира США, очевидно, значит, она находится в конкуренции со второй экономикой мира – с Китаем. Конкурировать она с ней с точки зрения рабочих ресурсов не может, потому что она банально меньше в четыре раза, чем Китай. Вот. Соответственно, она будет пытаться овладеть конкретно технологиями, которые значительно увеличат эффективность человеческого труда. Пока она пытается запретить, а не овладеть. Ну вот. И поэтому мне кажется, что как бы вот эта история с нейрочипом – это как раз таки и есть та часть технологии, которая позволит очередное экономическое господство получить в той стране, ну или тому блоку стран, которые введут его, в общем-то, первыми. Илюха, ты хотел бы, как в «Матрице»? Вот тебе так вставляют дискетку, понимаешь, там дискетка такая… Нет, нет, слушай… Я знаю кунг-фу. Нет, это херня какая-то. Слушай, я наоборот вообще хочу, ну, прям максимально стараюсь уходить от железок. Как, ну, то есть, типа, надо граничить это время. Я просто себя, знаешь, я в какой-то момент понял, что, ну, мы это обсуждаем все втроем очень часто, что реально ты без телефона не ходишь никуда вообще. То есть, у тебя вот это вот, ну, ты держишь эту хуйню в руках, и я просто в какой-то момент понял, знаешь, какой-то вот этот сигнал произошел, что моя жизнь и вот эта хуйня в руке, это как бы, ну, короче, нужна граница. Надо как-то вот это прям очень сильно разделять, от этого уходить, потому что притупляются ощущения вообще в принципе внутренние. То есть, дефаминовые все вот это, ну, это пиздец. Это правда. Вот, и тут у меня как бы вопрос, Ваня, вот ты нам как бы толкнул тебя. Сейчас, подожди, перед твоим вопросом я хочу нашим зрителям вкинуть революционную идею, которую я практикую уже достаточно давно. Перестаньте ходить в туалет с телефоном. Вы будете делать это быстрее, парни. История про то, что вот когда появятся эти штуки в более-менее доступном, так сказать, доступе. Я думаю, что на самом деле, ну, типа, допустим, лет 15, то есть тебе будет там полтинник. Ты себя вживишь или не вживишь, Вань? Я думаю, что мы дойдем до неинвазивных нейроинтерфейсов просто и все. В смысле, в очках это будет или типа того? Ну, нет, ну, это не в очках, это должно сразу в мозг поступать, только без вживления. Я думаю, что это будут какие-то девайсы, которые какими-то там некими волнами будут что-то делать. Вот и предполагаю, короче. Ну, по крайней мере, муссируется мысль о том, что неинвазивные нейроинтерфейсы – это вершина развития вообще интерфейсов. То есть, когда у тебя картинка в мозге просто за счет того, что ты типа шлем надел. То есть, не в глаза, а прямо в мозг. Но вообще по идее, представьте себе, что ты можешь посещать какие угодные миры, да, с полным погружением. В конце концов, трахнуть Джиллиан Андерсон, молодую, из X-Files. Или Дэвида Духовна. Слушай, ну, мы об этом говорили много раз. Вот ты топишь за то, что действительно, как будто бы вот эта вот обманутая реальность, которую тебе в мозг будут загружать, это круто. Как в фильме «Вспомнить все», например. Я не конкретно за это. Ну, или так. Я топлю в целом за развитие. Потому что такая штука, представь себе, насколько она улучшит эффективность, например, обучения. Просто представь. Ну, хорошо. Допустим, обучение. И так у нас до хрена мы тратим на всякую ненужную информацию. А так у нас будет в миллиард раз больше этой ненужной информации в голове. Нет, я тебе не про это. Я про то, что это открывает пути к совершенно новым способам обучения, например. Это открывает пути к совершенно новым способам. Ну, например, короче, да, представь себе, что у тебя... Это сейчас как бы понятное дело, что там люди, которые с этим знакомы, меня обосрут, да, за некомпетентность. Но тем не менее, представь себе, что у тебя есть аппарат магниторезонансной терапии. Томографии. Томографии. Вот. И у тебя как бы твой врач, он смотрит не на 3D-модельный экран, а он прямо находится внутри. И сможет посмотреть, что вообще кого. Понимаешь? Дальше, смотри. Понимаю. Ну, все эти примеры про врачей и про обучение, а с другой стороны, давай посмотрим. А какой с другой стороны? У нас сейчас как бы компов и железо до хера, так у нас и уровень жизни увеличился. Понимаешь? Это вещи взаимосвязанные. Это вопрос, на самом деле, хороший, увеличился ли уровень жизни. То, что ты дерево видишь один раз в неделю, я не знаю, хороший, увеличился ли уровень жизни или нет. Не то, что ты сидишь дома и дрочишь, не ты конкретно, а абстрактный пользователь. Нет, он точно дрочит в ТикТок. Давайте так. Наша с вами богоспасаемая родина сейчас живет чисто с точки зрения материальных благ. Так, даже с учетом очень большого процента бедности и даже с учетом огромнейшего расслоения в потреблении материальных благ всей страны, как бы расслоение у нас сейчас реально на беспрецедентном уровне. Но, тем не менее, да, по сравнению с другими временами мы живем лучше, чем когда-либо. Правда? Это факт. Это потому, что, значит, значительно сильно удешевляется производство разного рода продуктов и услуг. Прошу правду. Беды, в первую очередь. Да, да. Соответственно, а почему? Потому что логистика улучшилась. А почему логистика улучшилась? Так потому что, блядь, компьютерная система помогла это сделать. Друзья мои. Тот факт, что, Илья, что у тебя банана есть, это вот потому, что компьютерная система сделали логистические цепочки настолько... Это чудесно. Но всегда же есть и другая сторона. А другая сторона, знаешь, как называется? Завтра интернет ломается на неделю. Что будет? Гребаный коллапс будет. Ну, блядь. И откат, ну, может, не в каменный век. Ну, поставки сломаются, бананы перестанут приходить. Туалетная бумага. Вспомни, что было в начале ковида. Нет, я тебе серьезно говорю. Просто вспомни, когда вот эти начались паники, не успевали поставлять, и все там лагало и плохо работало. Что это за аргумент? Это как, знаешь, если бы мы сейчас жили где-нибудь в годах в 70-х, да? И ты бы сказал, а представь, если сейчас электричество исчезнет вообще, блядь. Например, туда, так сказать. Ну, давай, давай представлять еще. Что мы представим? Я не к этому веду. Я веду к тому, что мы настолько привыкли жить вот в этом рафинированном мире, когда вот с потолка капает на нас масло оливковое, и нам все хорошо, что реальная жизнь вот та, где этого всего нет, она от нас очень далека, и это проблема. И однажды может так произойти, что мы туда влетим. Ты довольно быстро приспособишься к этому, если ты туда влетишь. У тебя есть две ноги, две руки. Если выживешь. Если выживешь, да. Если выживешь после взрыва. Я не понимаю проблематику, потому что это как, например, с автомобилями. Ну, ты же, например, не практикуешь искусство езды на лошадях и ловли лошади, блядь, лосо? Нет? А если ты проедешь, кстати, полчаса на лошади, ты поймешь, что стоило бы практиковать. Ты поймешь, для чего мужику простота, блядь, нужна. Короче. Все верно. Значит, поэтому я не думаю, что этот аргумент корректен, потому что так мы можем доебаться до мышей. Я, наверное, криво пытаюсь сказать, что мы очень сильно полагаемся на технологии, настолько сильно, что у нас нет никакого, блин, бэкапа. Вот я что пытаюсь сказать. Например, в банковской системе. Например, в логистической системе. Ну, так это... Это, знаешь, миссис Рент, не к ночи будет помянута, у нее есть там хорошая история, когда там что-то поезда перестали работать, и они их там фонарями в Атлант расправил печь, они там их направляли руками, потому что знала, как это делать, 3,5 человека, и она там сама их занималась. Ну, вот как бы, а сейчас нет этих людей. Например, хорошая история про ракетостроение. Ты знаешь, почему сейчас оно в жопе находится? Потому что не осталось ничего от тех людей, которые там при Королеве это строили. И сейчас изобретают все это с нуля. Вот такая тема. Так, это ты вообще сейчас к чему ведешь? Я саму мысль не понимаю. Ты реально не понял, Вася? Ну, я мысль не понял. Мысль в том, что у нас нет никакого... То есть мы не делаем бэкапов. Мы не знаем, как развести огонь без дожигалки. Мы не знаем, как купить, блин, кусок мяса без вкусвела. Мы не знаем, как проехать на лошади 10 метров. Мне кажется, что просто это не проблема. Я думаю, что если тебя припрёт, ты научишься этому за два дня. Всему выше перечисленному. По видео на Ютубе. По видео на Ютубе, который не работает. Нет, ну реально. Вот если мы возьмём Дениса Кабалкина и забросим просто в деревню, например, да? Ну, ты что, не разберёшься, как тебе жить, что ли? Дрова не нарубишь, что ли? Не знаю. Корову не подоешь. Я не понимаю. Или что у вас там, типа, у вас запрет какой-то на это религиозный? Я говорю про глобальную историю. Про то, что нет бэкапов ни к чему. В смысле, я говорил про банковскую систему. Глобально люди живут в жопе. Если один миллиард, который живёт заебись, все остальные... Золотой. Золотой миллиард. Все остальные живут уже в той ситуации, которую ты объяснил. Что, дохуя там, что ли, в Индии миллиардный вот этих вот, типа, вкусвелов развелось? Ну, или в Африке, может быть, их там просто, эти мясо прям доставляете в рот. Ну, может быть, ты и прав. Тигрятину. Эльвятину. Эльфятину. Так, друзья. Давайте ставим оценки этой новости. Илюх, ну, давай к тебе сначала. Расскажи, какая оценка. Ну, что, прикольно. Прикольно. Я реально не знаю, что сказать. Блядь, как бы, ну, мы в диалоге обсудили эту штуку. Моя позиция, как бы, озвучена. Прикольно. 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 У тебя же другая была позиция, Илья. Ну, ты что? Прикольно. Ну, мы его переубедили. Переубедили. Не, в смысле, блядь, как, ну, окей, вот, прикольно. Вот ты с прикольными вещами что делал? Прикольными. Ну, вот прикольными. Прикалываешься. Ну, вот эти прикольные вещи, да. Мне кажется, задушили мою Илюху, нет? Мы вообще задушили всех. Мне кажется, это все будет вырезано целиком, ну, допустим. Я оставлю этой новости одного маска из пяти, потому что, на самом деле, меня напрягает, что там маска. Вот конкретно этому челу у меня прям никакого доверия нет. А в остальном, ну, технологии идут, нам их не остановить. Я ставлю эти новости 10 из 10, но не потому, что это приближает мой любимый киберпанк, а потому что это классная технология, которая поможет людям с... Смотреть порно без монитора. И это тоже, но я имею в виду с проблемами с мозгом. Чем лучше мы понимаем мозг, тем ближе мы, значит, находимся к решению таких проблем, как там деменция и там параличие и все такое. Digital Huligany. Так, ну и давайте, друзья, коротко, коротко, да, обсудим новость, значит, следующую. По заявлению РБК МТС выделила 6 миллиардов рублей на свой аналог ТикТока и Ютьюб. МТС выделила 6 миллиардов на развитие платформы Нум. Или нам, никто не знает, как она называется. Да, непонятно. Вот, значит... Авторы получат от 55% выручки от рекламы внутри их видео, кстати. Это жирно, кстати. Да, это жирно. Там уже 40 тысяч авторов, из них 33-35 тысяч обычные люди. Получается примерно 5 или 7 тысяч необычные люди. Это люди X, видимо. Волшебные. Да, значит, над нам работают более 300 человек разработчиков. Значит, сервис перенял рекомендательную систему ТикТок. Значит, нам готовят запуск биржи офферов для продавцов товаров, кстати. И в ближайшем... И там у них есть, по-моему, часть команды ТикТок Раша к ним перешла. Если я ничего не путаю. Ага. 10 человек, по-моему. Вот. И вывод денег без комиссии. Вот такая вот история. Ну, ключевое то, что это МТС... На телефоны МТС. Это МТС. Это 6 миллиардов рублей. Это очень мало. Жесть. Это мало? Это очень мало. Это очень мало для разработки такого продукта. Ну, то есть, знаете... Не, оно уже разработано, Илья. Оно работает. Подожди секунду. Оно работает. Я, правда, зашел вчера, ни хера не грузится. Я потыкал. Оно ничего не загрузилось. Я закрыл и ушел. Вот именно. Это то, о чем я хотел сказать. История про серверные мощности. Вот та штука, про которую ты рассказывал, что раньше YouTube позволял загружать там, типа, до 10 минут ролики. Соответственно... Ну, вот вы просто представьте, какие дата-центры обслуживают YouTube. Я думаю, что это, типа, на самом деле, вулканы в миниатюре. И там просто, ну, все очень круто. Вот на это я бы, на самом деле, хотел посмотреть. Но реально, 6 миллиардов рублей, рублей, серьезно, рублей, чтобы поднять инфраструктуру, которую хотят рассчитывать на, там, x миллионов пользователей. У меня мнение немножко другое. Я думаю, что МТС довольно сейчас крупными шагами идет к некой платформенности. Запускает довольно много продуктов. Некоторые из них зарабатывают. Я не уверен, получится у них или нет. Все-таки одно дело, там, быть телекоммуникационной компанией, другое дело делать к сервису. И поэтому, как мне кажется, у того же самого, там, Mail.ru шансов было бы гораздо больше. Вот. Но, тем не менее... ВК это сейчас называется. Нет Mail.ru больше. Ну да, ВК, да. Вот. Значит, тот факт, что ребята развивают конкуренцию, это очень классно. То есть, вот за это жирный лайк. Получится у них или нет, или это будет очередной распил шести, так сказать, миллиардов рублей, покажет время. Вот. Но и мне, в общем-то, еды пизды, потому что ТикТок есть. Хорошо, он закончил. У меня вопрос в бизнес-модели, пацаны. Мы же тут все такие, SEO, все дела. Они пытаются сделать одновременно и стриминг, и длинные видео, и короткие видео, и вертикальные видео, и всю фигню. Вот мне лично кажется, что идти по дорожке мы садимся на все студии. И отдавать 50%? 50%? Ну ладно, 50% на старте это нормально, чтобы заманить. Это окей. Я бы даже, может быть, и 100% отдавал первый год. Это нормальная история, чтобы заманить там креаторов, так сказать. Но вопрос позиционирования, типа мы про все, и про стриминг, и про то, и про то, и в общем-то ходите к нам. Но YouTube, YouTube же. Ты описал YouTube. Ты описал YouTube. Да, но YouTube сначала сделал кор-аудиторию на видосах, которая там и остается. Сколько там стримит? Не так много, как хотелось бы. Но тем не менее, шортсы там набирают популярность. Ну там на YouTube есть стримы, есть шортсы, есть... Да нет, стримов довольно много. Я сам смотрю регулярно стримы всяких разных телеканалов, так сказать, ютубовских. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, что нормально. Не, сама модель ок. Типа ты им предоставляешь весь видеоконтент. То есть все. Вот модель в том, чтобы дать юзеру любой видеоконтент, который он захочет. Хорошо, давай переформулирую. На старте бизнеса, как ты думаешь, это правильно или имеет смысл двигаться шагами? Вот сначала там мы занимаем нишу такую, потом такую, потом такую. Короче, по моему опыту, попытка сесть на все стулья сразу может не сработать. Доказали-то все уже ниши. Нет такого, что какая-то ниша свободна. То есть ты можешь либо заходить так же, либо никак, как мне кажется. Я понимаю, поэтому и нужна. Не знаю, что ты думаешь, Илья. Я думаю, что у них ничего не получится. Ну, то есть, смотрите, тут же надо понимать. Ну, давайте так. Мне как бабушка говорила? Ты сам живи и другим жить не мешай. Не давай его, в твоем случае. И как бы, а вот тут история, как бы, ну, знаете, там разные люди и специалисты, и компании хороши в своем деле. И я абсолютно не понимаю, ну, вернее, как понимаю у МТС и у всех вообще телекомщиков такое невероятное количество денег, что для них эти 6 миллиардов, это типа, знаешь, так, типа, ну, потестим. Это правда. Получится или нет. И, ну, это кажется очень глупым подходом, потому что там нету грамотной стратегии. Они просто находятся в кризисе идей. Просто ссорят деньги, да? Это телеком, ну, мне кажется, что да. Я просто видел очень много кейсов от МТС, от Билайна. Даже так, от Билайна меньше всего таких кейсов. При этом у них все неплохо, насколько я знаю. Ну, кризис идей. Они не знают, что им делать. Как бы, простая телефония, она на самом деле начинает устаревать. Мы звоним в мессенджерах. Как бы, у меня сейчас есть мой любимый кейс. Мне постоянно звонят, я не помню, кто у меня, Билайна. Короче, звонят и говорят, дорогой подписчик, ваш тариф ушел в архив. Для вас есть новый, невероятный, невероятный тариф. Я такой, а там есть безлимитный интернет? Они такие, нет, но мы предоставим вам 40 гигабайт. Этого более чем достаточно. Я такой, у меня безлимитный, идите нахуй, до свидания. И они не могут ничего сделать. Ничего, потому что в договорах, которые были старые, там, соответственно, написано, что все у тебя, мальчик, будет заебись до конца твоей жизни. И я буду пользоваться безлимитным интернетом от Билайна или от МТС до конца, сука, своей жизни. Там мысль, что как бы все телефоны уже купили по много раз, номера мобильные, имею в виду. Это действительно правдивое. И телеком надо придумывать еще что-то, чтобы домонетизироваться. Потому что все, как бы продавать телефонию они уже не могут, начинают крутиться. Но кажется, что МТС тут дальше всех зашел, потому что Билай, наверное, на втором месте. У Мегафона я особо подвижек там вообще не вижу в эту сторону, чтобы они там сильно ходили и рассказывали, что у них там сейчас будет платформа всего и вся. Понятно. Давайте оценки поставим этой новости. Илюх, давай. Вот у тебя самое реакционное было мнение на этот счет. Что ты думаешь глобально? Очередной проект от МТС из очередного проекта от МТС. Понятно. То есть низкая оценка крайняя. Абсолютно крайне низкая. Ну, вот минус один. Так, хорошо. Денис, что ты думаешь? Я думаю, что шансы есть, но они довольно низки. Поэтому поставим три проданных в Америке ТикТока из семи и посмотрим, что из этого получится. Значит, давайте у меня, короче. Вот есть, я один балл добавляю за то, что это конкуренция. И все равно доль поручается. Один балл удаляю за то, что, ну, звучит реально как посорить деньгами. Какая-то глубокая аналитика. Один балл удаляю за то, что, как бы, на что вы, блядь, рассчитываете, друзья. Никто не знает, как читается ваш сервис. Это нум-нам, наом-наом. Вы, блядь, думали вообще, нет? Или ням, может быть, даже. Или, может быть, ням, да. Соответственно, минус один. Илья, у нас с тобой, собственно, комплиментарные друг другу оценки. Сошлось. 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 Ну что ж, друзья, спасибо большое, что были сегодня с нами этот чудесный час. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Услышимся с вами через какое-то количество часов или даже дней. Всем спасибо. Всем пока.